Слушайте, у меня вот 10 минут осталось, сейчас иду на игру Данилы в 5 часов. Я там ставила, вот сегодня поставила, смотрите, что я держу. Я вот писала, смотрите, это же относится, вот и покаяние, и что можно, прошлое нельзя изменить, но вот можно как-то разобраться, можно проанализировать. Смотрите, что это у меня. Я там писала, что вот эти вот подобные все эти письма, где вот она, мне мать указывала, ты там очищайся, ты там, это вот, это твоя вина, и я там думаю, как же ещё очищаться, там даже вот как не раздражать мужа. И вот думала, если он там приедет, мне не стыдно за моё прошлое, это часть моего прошлого, это целых 5 лет жизни, но вот я думала, а вдруг вот там бы... Вот смотрите, у меня Стив никакие фотографии вообще не уничтожал. Вообще не уничтожал, он себе там и мать его дочек, вот все есть фотографии, а вообще у него там где-то, да, нет, вот я там и не копаюсь, оно мне неинтересно. Смотрите, вот у меня, в общем, я повыкидывала, там альбомы почистила, выбрасывала все фотографии там, где с полицейским. Но это 5 лет жизни, это не то, что моя жизнь, это наша совместная жизнь. Даже вот у меня там фотографии, где я была с Артуром и с ним, я их повыбрасывала. Так вот, я держу, напечатаю, верну, потому что это 5 лет моей жизни. И вот Артур мне говорит, почему ты вот его все время вспоминаешь? Да потому что мы Артур с ним прожили 4 года, и потому что он по внутренней сущности копия твоего папа. Вот, даже у них дни рождения в ноябре, у одного, седьмого, второго, четвертого, и вообще они такие вот эти вот хвостуны. Только у одного мама умерла, когда ему 15 лет было, у второго мама жива, вот, и с ним так и цацкается-бацкается. А вот тут оба они талантливые, в том плане и мозги работают, в общем, такие лидеры. И вот, знаете, я вообще не жалею. Я не жалею в том плане, что мы вот прожили с Артуром и вместе с ним, и Артур его, я думаю, прекрасно помнит. Ну, с 8 до 12 он прожил, вот что он там помнит. Но вот все равно, что там со своим папой прожил. Ну, вы знаете, все равно это покровение папы, поэтому я думаю, папа бы себя так вот не вел, как полицейский увел, там все время вот как бы насмехался над Артуром. Типа, вот я там могу маму там и обнять, и поцеловать, и это вот, а ты, ну, я имею в виду так, ну, по-взрослому, или там за пятую точку, ну, такое хихикать, знаете, вот такое дразнилка. Вообще я заметила, за мужчинами вот такое вот есть, и поэтому думаю, конечно, Артура вот это сложно было. Ну, я-то не понимала, но вот я просто к тому, что я ничего из своей жизни выбрасывать не собираюсь. Наоборот, я вот говорю, как оно есть, а то пройденный этап, он для меня просто стал без этого, вот, бесполый человек, все, оно пройдено, он меня предал, я не возвращаюсь к предателю. Тем более у меня нет детей вместе с ним. Вот, общаться с ним смысла нету, потому что детей нету, с Геной, да, потому что у нас, я бы общалась, потому что у нас ребёнок, а вот фотографии я допечатаю. Это у меня ещё, у меня здесь все из усатого, вот, негативы. Хочу я себе волмартовскую вот такую, я нашла 64 доллара, кажется, такой аппаратик, и там можно напечатать. Вот, а насчёт этого письма, вот, смотрите, да, у нас реально с Истивом уже, вот, это всё пройденный этап, и вот сейчас хохма вспоминается, в каком плане. Значит, когда вот я сказала не обзывайся и вообще, и говорю, возьмём с того, что Мать писала, ты там с достоинством королевы, да, это вот. Так подождите, у меня такой вопрос. Если ты мне так говоришь, почему ты тогда вот всё время насмехалась над мной и унижала моё достоинство прям при Стиве, на полном серьёзе. Говорила же, медаль нужно дать за то, что живёшь с Оксаной. Понимаете, вот, и это постоянно было, то есть о какой королеве, почему тогда меня как королеву или хотя бы как принцессу, да хотя бы как человека никто не воспринимал, ни мама, ни папа. Не воспринимали, они меня воспринимали как кухарку, как деньги дай, отца вообще не знаю, просто не знаю. Я не знаю никого из его семьи. Я имею в виду, я тёси, ну вот их, оказывается, пять человек. Сашу, за Сашу брата я вообще не знаю. Вот я только недавно узнала, что он, оказывается, плавал. Он даже со мной не жил, ну, я имею в виду, он вообще где-то там плавал. Остальных я вообще не знаю, кто там. Узнаю только за тётю Наташу, так более-менее, которая за мной смотрела. Она работала и смотрела вот в Самарканде. Из-за отца я вообще тоже вот очень плохо. В том плане, ну вот дал он мне свою биографию, но что он умеет делать руками, я понятия не имею. Не имею понятия, я не имею понятия, как он режет. Я его никогда не видела режущим огурцы, делающим суп. Я ничего не знаю. Он мне никогда чая не предложил. Вот сам, чтобы сделал. И вот 100 грамм выпьет, и всё, и давай вот о своих этих вот, бывших пассиях таких-то говорить, или там вообще кого-то там, кого-то... В общем, это всё, знаете, мне оно... Вот сейчас я просто говорю, если вам начинают вот даже ваши там родители, не родители, втирать какой-то каких-то людях, которые вам вообще по крови никто, вот для чего я хочу видеть отца? Чтобы он рассказал обо мне, когда я была маленькая, хоть годы же он был со мной. Он был со мной, насколько я поняла, весь первый год он жил со мной. Он ничего не может рассказать. Насколько я поняла, он должен знать обо мне. Хоть что-то должен знать, когда я в Самарканде была, они были в Одессе. Как они вообще год жили? Ничего он не помнит. Ничего. В Тирасполе с трёх с половиной, ну вот, притащили меня там в три, а потом я тех гусей стадо посла, привезли меня в Тирасполе три с половиной, до шести он... Он же тоже со мной в одном доме жил? Ничего не помнит. Вообще ничего. Я поднимаю все его письма, и там написано, вот ты просишь меня про родственников или про тебя рассказать, вот когда приедешь в Одессу, тогда я расскажу. Я приезжала, и что? И вообще ничего. И как это? Вот что, он сразу начнёт всё рассказывать, поэтому я говорила, возьми бумагу. Нет, ничего. Это просто, знаете, вот такое отношение, ну я не знаю, к врагам так не относятся, к использованию, поэтому и да, и вообще нет у меня никакого чувства, что это мои вот родственники. И вот такие вот письма, я же говорю, если ты мне даёшь совет себя вести как королева, так почему ты меня заставляла с шести... Да какой там, с шести лет унитазы мыть? Ну я говорю о маме. Ну вот, какая королева, моющий унитаз на полном серьёзе? У тебя ж руки отваливались, всегда я это мыла, это всегда, вот где бы это вот, я всегда отрабатывала. Отрабатывала вообще непонятно за что. Меня мама выгоняла из моей комнаты, вот могла что угодно сделать, понимаете, что угодно. Вот и здесь тоже она пишет, вот я Серёжу воспринимаю таким, как он есть, неправда. Она при всех вот может сказать, когда мы выходим, взрослому парню, иди в туалет, иди в туалет, это вот, будет приступ, начнёт орать. Вот вы вообще представляете, это постоянно унижение достоинства, постоянно это её методы, вот, и не только её, знаете, это так сплошь и рядом, вот, на это вот, на моей родине, к сожалению, и никто не исправляет, и никто вот спокойно не говорит, слушайте, а зачем вы унижаете достоинство человека? Вот он маленький, но тоже человек, вот, и поэтому, реально, мы с Истивом уже это в хохме, потому что, я ему сказала, вот, слушай, хватит, я тебе не собака, и вообще ты меня на свалке не нашёл, и такая вот, он так говорил, а, я не знал, что я женился на королеве, ее хайнес, и, знаете, я вот такая смотрела, вот, я не знала, как реагировать, а теперь мне уже так смешно, потому что мы уже вот это всё прошли, и я говорю, слушай, а ты помнишь, как ты мне, значит, это вот, королева, как ты насмехался, да, а ты не знал, что я бы женился на королеве? А я говорю ему, если что, ты думаешь, ты на какой-то собаке женился безродно, если моя мать надо мной, вот, при тебе, она насмехалась, и так далее, а ты думаешь, какая собака безродная? Я говорю, я тебе объясняла, я тебе показываю все дипломы, я тебе показываю все институты, я тебе показываю всех людей, которые меня, вот, серьёзные приводователи, профессора уважали, на «вы» называли, а вот так вот люди, которые там, вот, теперь он на чужину, вроде бы, за все эти годы уже нормально относятся, не как к собаке, я говорю, ты к Блоссе лучше относился, вот, чем себе позволял, или я позволяла, потому что хохма была, я вот за него всё делала, убирала, и там с него тарелок, убирала всё, и прошло где-то лет восемь, и я такая говорю, слушай, ты можешь за собой хоть тарелку убрать? А он такой, это ты виновата, ты меня приучила. Я говорила, всё, теперь я отвечу, я сам убираю свою тарелку, вот в таком плане, вот такие хохмы.